Сегодня в спорткомплексе Новочебоксарска открылся чемпионат России по женской и вольной борьбе. Чувашия всегда славилась успешными выступлениями спортсменок по вольной борьбе на соревнованиях различного уровня. За последние несколько лет у нас выросли победительницы и призеры Всемирной универсиады чемпионатов Европы и первенств России. Эти достижения позволили республике претендовать на то, чтобы принять чемпионат страны. Накануне этого события в Новочебоксарске прошла пресс-конференция. Там побывала и наша съемочная группа. На чемпионат России приехали 110 спортсменок из 22 регионов страны. Представительницы Чувашии также будут активно бороться за место на пьедестале. Ведь по итогам соревнований будет сформирована сборная, которая получит шанс представлять Россию на чемпионате мира в Ташкенте. Кроме того, по словам главного тренера сборной страны, определяются возможные участницы Олимпийских игр. Дали тренерам такую возможность, чтобы тренеры могли выбрать на заключительном этапе сильнейших спортсменов. Если они будут сильнее, то они могут перейти в одну или другую весовую категорию. Сейчас в России девушки все чаще выбирают вольную борьбу. В июле на базе оздоровительного лагеря Чувашии «Белые камни» будет организован Центр развития женской вольной борьбы. Спортсменки с 10 до 14 лет смогут встретиться с ведущими тренерами и представителями сборных. Мы преследуем цель развития и популяризации вольной борьбы среди девушек и женщин в республике Чувашии. Большие планы и перспективы у женской вольной борьбы в Чувашии. Осенью республика вновь принимает Кубок России, на который будут приглашены спортсменки из зарубежных команд. А пока следим за чемпионатом России по женской вольной борьбе и поддерживаем спортсменок Чувашии. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика.